Собрать анализы, поставить капельницу, подготовить пациента к операции. Правая рука любого врача – медсестра. Она способна помочь не только делом, но и словом. Морально поддержать и поднять настроение пациента тоже входит в ее обязанности. В этой программе «Молодые профессионалы» мы расскажем, как научиться делать инъекции, с какими трудностями сталкиваются студенты и каково это – каждый день помогать людям. Елизаветинки, госпитальерки, сестры милосердия. Первые представительницы этой профессии появились в XI веке в Западной Европе. Изначально они ухаживали только за больными женщинами, но когда возникали военные конфликты, помогали и раненым солдатам. Сегодня без медицинской сестры не обходится ни одно лечебное учреждение. Ольга Павлова – студентка первого курса медколледжа. Определиться с будущей профессией ей помогла мама, которая, кстати, сама врач. Она убедила дочь пойти по ее стопам. А вот для Юлии Брусенцевой и Ирины Зайцевой работа медсестры была детской мечтой. Она уже сбылась наполовину. Девушки получают соответствующее образование. Но чтобы стать специалистами, им придется еще немало потрудиться, в том числе и за партами. Каждый предмет, если пропускаешь, ты пропускаешь какой-то объем знаний. Если ты не пришел на пару, то это будет уже на твоей совести, ты уже в этой учебнике не прочитаешь. Преподаватель дополняет лекцию своими знаниями, своими примерами из жизни. И той информации, которая есть в учебнике, этого будет маловато. Тот, кто плохо учился, наверное, для него будет сложно не знать, как делать разные манипуляции. Ну и с работой с пациентами тоже очень сложно. Каждому нужно найти подход и объяснить все. Всего в колледже более тысячи студентов. Большинство из них осваивают сестринское дело. Бывшие выпускники девятых классов постигают азы профессии в течение четырех лет. Те, кто пришел после одиннадцатого, учатся на год меньше. Преподаватель со стажем Татьяна Акунская рассказывает, в начале ребят ждет обязательный курс теории. И только потом практика. Начиная с третьего курса идет вот этот огромный в полтора года модуль ПМ-02. Участие в лечебно-диагностическом или реабилитационном процессах. Этот модуль заканчивается вот уже на четвертом курсе сейчас. С вот этими студентами мы как раз этим занимаемся. Вот каждый модуль заканчивается квалификационным экзаменом. То есть они уже показывают компетентность свою вот в этой области. А это практика на выезде в областном онкологическом центре. Здесь для учебы оборудовано несколько кабинетов. Уколы, капельницы и прочие манипуляции. Пока ребята тренируются на манекенах. Каждый профессиональный модуль включает различное количество часов. Иногда это самый минимальный цикл у нас бывает. Три недели, четыре недели. То есть 36 часов в неделю они бывают у нас на практических занятиях. Расскажите, что проходят студенты на практических занятиях? Ну, конечно, практические навыки, отработка практических навыков, зависят от курса обучения наших студентов. Если это профессиональный модуль 0.4, решение проблем пациента путем сестренского ухода, он подразумевает непосредственно первичный у студентов. Первичная адаптация уже в стационар. Это прием пациента в стационар. Это кормление пациентов. И, конечно, отработка мапуляционной техники. Студенты учатся выполнять внутрикожные, подкожные, внутримышечные инъекции. В полной мере всю ответственность работы студенты осознают именно в стенах больницы. Здесь уже не скажешь, забыл или не успел выучить, как в школе. Каждое действие должно быть тщательно отработано, а каждое решение четко взвешено. Цена ошибки слишком высока. На кону чье-то здоровье, а может быть и жизнь. Единственный мальчик в этой группе Савва Катонидзе среди девочек чувствует себя комфортно. Всегда приходит им на помощь. В планах у молодого человека продолжить семейную династию и стать врачом. Изначально, когда приходишь на практику, у тебя есть какой-то багаж знаний теоретический. И когда ты приходишь на практику, ты смотришь за действиями медицинской сестры, у которой опыт побольше, чем нам лет. И, соответственно, под ее присмотром ты выполняешь всевозможные инъекции. Если ты хорошо занимался на лекциях, то ты знаешь манипуляции, все по пунктам можешь выполнить. Третьякурсница Юлия Иванова признается, ей гораздо легче было на лекциях, чем на практике. Когда работаешь с реальными людьми, отвечаешь за их здоровье. Градус ответственности просто зашкаливает. В первоначале было, конечно же, страшно. Не знала, как отреагируют пациенты. То есть некоторые боялись, некоторые не давались, некоторые, наоборот, говорили, давай, давай. Вот. Я ставила капельницы, делала различные инъекции, там, внутримышечно, внутривенно. Ну, и отзывы были хорошие. Насколько хорошо студенты выполняют эти манипуляции, проверять я не стала. Зато не упустила возможность научиться делать уколы. Или, как говорят специалисты, ставить инъекции. Со стороны кажется, что все просто. Вот шприц, вот лекарство, бери и кали. На самом же деле это целый процесс. Нужно соблюсти стерильность, продезинфицировать руки. Брать и передвигать инструменты можно только щипцами. Когда все приготовления позади, приступаем к самому главному. Руки трясутся, сердце бьется с бешеной скоростью. И это несмотря на то, что мой пациент – манекен. В месте инъекции, подождали, когда полностью высохнет спирт. Растягиваем кожу в месте инъекции двумя пальцами. Растянули. Расположили перпендикулярно под углом 90 градусов шприц. И резким движением вводим мышцу. Отпустили кожу и свободной рукой давим на поршень. Ввели лекарственное средство. Прикладываем ватный тампон к иголочке. И резко извлекаем. Выпускница колледжа Наталья Шевлякова уже два месяца официально работает в седьмой поликлинике. Вместо лекции теперь дежурство и любимые пациенты. Здесь я научилась заполнять документацию. Потому что у нас такой опоры не было. Как правильно. Но тут очень дружный коллектив. Можно обратиться к любому медсестре, к любому врачу. И они все расскажут, как лучше сделать, как правильно. Теории и практика в колледже Наталье давались всегда легко. Поэтому на рабочем месте девушка быстро освоилась. Прием с врачом. Мы сидим по нашему расписанию. А потом я хожу по участкам и выполняю инъекции. Инъекции внутримышечной или внутривенную. Ну, по назначению врача. Татьяна Лукьянчикова в процедурном кабинете трудилась 10 лет. Потом пошла на повышение. Ее назначили старшей медсестрой. Теперь на ее плечах больше ответственности. Ведь в подчинении у женщины около 10 человек. Работы прибавилось. Чтобы было все стерильно. Чтобы были сроки годности лекарств. Проверяются каждый месяц обязательно. Заполняются журналы. Заполняется отчетность по поступлению больных. По выписке больных. Куда-то больных надо, значит, на консультацию отвезти. Также, чтобы выходили младший медперсонал на работу. Если вдруг кто-то заболел, значит, нужно кем-то заменить. Если заменить некем, выходит сама. Стать медсестрой Татьяна Лукьянчикова решила из-за мамы. Там много лет проработала в операционной. Пошла по ее стопам и ни разу не пожалела. Рутины в профессии тоже хватает. Плюс нужно уметь найти подход к каждому больному. Здесь выручают опыт. В первую очередь их нужно выслушать. Это в первую очередь выслушать. И уже дальше подстроиться под его настроение. Понять, что он хочет добиться. Именно или от меня, или от моего начальства. Почему, если вдруг он чем-то недоволен. Самый главный секрет – это нужно хотеть. Быть здесь, на этом месте. Если человек не хочет, у него не получится. Участковая, операционная, процедурная. Без медсестры в больнице не обходится ни одно отделение. И пусть жизни спасают врачи, но от работы этих сотрудников зависит не меньше. Порой от доброго слова поднимается не только настроение больного, но и улучшается его физическое состояние. Помогать каждому человеку, цель их жизни, призвание и просто каждодневный труд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова